играю с логином chess shop национальный мастер из россии d6 e5 видимо излюбленная его схема уже играл с ним подобное конь пошел на d7 ну буду приходить в какую-то структуру со слон е2 рокировочкой h3 возможно ладей 1 то есть дожидаясь пока будет ход ладей е8 сделан и после этого уже закрою центр чтобы уже f5 как-то не так сильно смотрелось b5 сразу решает пойти сейчас shop ну ладно б3 думаю что и на b2 можно слона здесь определить пока что центр не закрыт ну и ладью на c1 переведу то есть дальнейшее развитие где-то ладью на c1 ферзя на c2 может быть возьму de вообще чтобы потом пешку е5 атаковать может быть не буду а 4 подорву еще раз ферзи в фланг но соперник решил закрыть позицию здесь или он просто хочет съесть пешку на е4 кстати хороший вопрос быть сразу побить взял 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 сюда сюда слона съел вот такая вот получается у нас игра с полосочными перебоями получается примерно равной в этом варианте позиции не знаю есть ли смысл сейчас брать на е5 ну ладно допустим взял то есть надо е если соперник не будет бить коня я отойду на а4 в принципе больше его особо некуда девать на b1 как-то не хочется все таки ладья должна войти в игру ну и на конь е4 уже могу отъесть в ответ пешку на е5 вроде как могу это сделать слон е5 теперь переход вот такой вот метель шпиль с обоюдными шансами конечно но мне кажется мне есть чуть поприятнее особенно если слон сейчас успеет встать на f3 у меня лучше координированные ладьи соперника они еще вообще ни разу не ходили то есть ну вот он за счет каких-то темповых ходов пытается закончить развитие возможно есть смысл сыграть ферзь d4 спровоцировать c5 и после этого уйти на е3 мне кажется неплохой ход тем более слон е5 уже под боем не будет конь c3 хода также нет за конь c3 бц ферзь бьет c3 с лишней пешкой есть какие-то укрепляющие ходы f5 чтобы сохранить коня в центре доски думаю вполне возможный ход кандидат вот тогда наверное слон h2 отойду от лишних перебоев и подключу после этого уже ладью на d1 хотя можно и сразу наверно пойти хотя тоже пешка на g7 висела это сам не заметил как напал на нее поэтому соперник так долго и раздумывал решил сделать ход слон f6 на ферзь е4 слон е5 что мне не очень выгодно так что приходится просто размениваться можно пойти с ферзь c5 принципе с лучшим энджпелем почему бы и нет с таким конем на c5 думаю что есть все шансы на удачное завершение этой партии очень приятная позиция возникает слон выходит на f3 владея сам d1 и просто нет плохих фигур ему играть довольно таки тяжело потому что если он сейчас отходит ферзем у него пешка на b4 гибнет неизвестно что для него лучше перейти в энджпеле сдать пешку решил соперник сдать ее все-таки забирают подарок ну если b4 отдал по идее где-то он должен вторую скидывать потому что таким слоном b7 жить очень тяжело наше время слон f3 вышел с не даю c5 не хочу где-то поставить коня на c5 и возможно даже пешку на опять затолкать что соперник не дает мне сделать и это правильно абсолютно также очень соблазнительный переход в энджпеле я думаю здесь лишняя пешка и позиция намного лучше конь идет на c5 но и отъедаю еще на а5 до кучи чуть поменьше времени позиция должна быть абсолютно выиграна если не допущу какой-то динамики второй линии например это ничего серьезного здесь вроде быть не должно так h5 пытается как-то накрутить соперник ферзь b4 пока g5 правильно играет конь d3 создает контур игру а я тем временем хочу разменять ферзей вот он мне не дает то есть и в цитноте уже приходится какие-то защитительные ходы делать тоже менее приятно ферзь е3 пока что он конем нормально отскочить не может ну и вроде здесь разгрузился удачно удачно вот и Да, и уронил флаг все-таки соперник То есть у меня оставалась одна секунда Из-за того, что всю партию практически было меньше времени Точно реализовать все-таки не удалось Были какие-то погрешности